Вы меня сразу приметили? А почему? Я яркая такая? Ну, новенькая. Нет, человек увидел хорошего, поэтому и заприметил. А, то есть я хорошая, вы хорошая? Мы хорошие. Мы, мы, мы хорошие. Слушайте, как здорово. Вообще в жизни ничего не происходит просто так. Все равно всякие какие-то вещи, куда нас как-то Господь направляет, для каких-то своих целей, будущих планов, еще чего-то. Если мы начинаем в этом прямое участие принимать, это на самом деле великая благодать. Потому что литургия по-хорошему и вообще богослужение, оно как бы не должно закончиться там зоо иконостасом. Все должно дальше пойти. Мы помолились, мы причастились, исповедовались. Надо идти дальше, разговаривать, разговоры, с людьми надо общаться и какие-то... Ну, чтобы это все, твое предприятие не пошло крахом, вот, все это общение, ты должен показывать, прежде всего, еще и примеры. Да. Да, дела. Апостол Павел как раз сказал, вера без дела есть и вера мертвая. Вот, поэтому, если мы даже совершили сегодня какое-то маленькое дело, такое маленькое, поговорили, люди нас услышат, порадуются вместе с нами, уже хорошо. Я думаю, ну, хотя бы один из 500 или из 1000, или, я не знаю, из 10 тысяч, хоть как-то проникнется этими словами, то, что мы вот с вами вместе стоим разговариваем. У него будет хорошее настроение, он там перестанет, может быть, курить, или, может быть, еще что-то делать, ну, перестанет, может, кого-то обижать, какой-то подросток, скажет, правда, что я делаю? Или, может быть, кто-то задумается в храм зайти и помолиться, скажет, когда я последний раз со своей матери молился, да, о живой или о мертвых. Вот, и вы жили, мы уже не зря, поэтому я вас прошу, вас, молю вас, чтобы вы еще приезжали к нам, я вас чаем обращу, с пирогами. А сегодня еду? Вот, ну, это просто нужно дело времени, сегодня ты у нас первая, спонтанная, я поэтому, как бы, даю, что возможно, потому что сегодня, если Господь не послал вас, значит, надо из момента сделать не какую-то скромную, а как свадьбу, чтобы всем хорошо было, чтобы всем было светло и радостно. А вы, как мои первые люди, которые сюда пришли из 8 лет, я очень, на самом деле, искренне рад. У нас как-то прям хороший. Да, и вот я Ларе сказала, она говорит, а здесь есть храм вчера? Я говорю, есть. А если на улице сейчас выйдете, там какое озеро сделать фотографии? Там озеро, вот у нас сейчас за храмом, озеро, вот, если сейчас озеро обойдете и с противоположного берега увидите храм на берегу озера, это будет очень, очень хорошо будет. Но это все, конечно, не главное. Главное то, что мы должны жить по духу, чтобы у нас все было в жизни хорошо, чтобы страна у нас была хорошая, чтобы у нас семьи были крепкие, чтобы мужчины любили своих женщин, вот, чтобы женщины, в конце концов, не обманывали своих женщин. Женщины, чтобы уважали своих мужчин, чтобы семьи у нас были не по одному ребенку, а по трое, потому что это твои дети хорошенькие будут. Меня можно на фейсбуке найти, Александр Егоров. Угу. Ну... Обязательно найду. Спасибо.